Футболисты Крыльев-Советов переиграли московский «Спартак-2» на домашнем поле. С первых минут хозяева завладели преимуществом и не позволяли столичным гостям создавать опасные моменты у своих ворот. На 36-й минуте красно-белые сбили полузащитника «Волжан» Романа Ежова в своей штрафной. Главный арбитр матча уверенно указал на точку. 11-метровый реализовал Антон Зиньковский. Голкипер Александр Селихов угадал направление полета мяча, но не справился с ударом. После перерыва «Спартаковцы» заработали штрафной. Гости оригинально разыграли стандартное положение, закрыв обзор Евгению Фролову. Руслан Литвинов красивым дальним ударом отправил мяч в сетку ворот. Уже под занавес игры «Самарцы» вырвали победу. Владимир Полуяхтов сбросил мяч Сергееву, после углового и лучший бомбардир первенства установил окончательный счет на табло. 2-1. Главный снайпер лиги поделился своими впечатлениями от игры. Непривычно видеть «Спартак» в пять защитников. Обычно они играют в коротко-среднюю передачу. А тут удивили нас и начали играть длинными передачами, прям за спину. Ничего, мы были к этому готовы. И спасибо всем ребятам, что дожали на последних минутах и выиграли 2-1. Наставник москвичей не стал заострять внимание на игре. Роман Пилипчук раскритиковал работу арбитра и преждевременно покинул пресс-конференцию. «Самара» с такими игроками должна забивать голы не такие, как назначаются пенальти в первом тайме. Судья принял такое решение. Это останется у него на совести. Просто мы воспитываем футболистов, а не делаем то, чтобы над этими молодыми футболистами кто-то издевался. Спасибо. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осенькин заявил, что его команда победила по делу. Все-таки это победа заслуженная по ходу игры, по характеру игры, конечно, мы обязаны были побеждать. После этой победы самарцы могли возглавить ФНЛ, но Нижний Новгород и Оренбург не сдали позиции. Сейчас подопечные Игоря Осенькина отстают от первого места всего на два очка. Но ситуация может измениться уже в ближайшую субботу. «Крылья» примут на «Самара-арене» и «Астраханский Волгарь». Матч начнется в 16.00. Анатолий Головко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.